Всем привет! Меня зовут Алена, и это видео я посвящаю себе будущей. Я надеюсь, что спустя время, когда ты смотришь это видео, когда карантин завершится, ты станешь больше общаться с людьми, вживую, обнимать их и ценить каждую минуту, проведенную вне дома. Станешь больше гулять и дольше гулять дальше, продолжать заниматься спортом дома и не бояться этого. Сбалансировать, напитаться и пробовать новые рецепты, потому что у тебя отлично получается. Сейчас я стараюсь проводить время самым лучшим образом, больше заботиться о своей коже, своих мыслях и своем теле. Новости о вирусе не становятся лучше, а лишь поднимают уровень тревожности. И мы не можем контролировать то, что происходит в мире, зато мы можем контролировать то, что происходит у нас в голове. И это очень важно. Мы можем провести это время в страхе и ожидании, или увидеть возможность для развития, для развития нас как личности. Неважно из какого города или страны, мы вместе и мы справимся. И сейчас нам просто необходимо оставаться дома. Я очень надеюсь, что ты научишься ценить время, проведенное с собой. И пусть поначалу тебе было страшно, сейчас я уже чувствую больше уверенность в том, что ты делаешь и как ты с собой общаешься. Я очень надеюсь, что ты больше снимаешь, больше монтируешь и занимаешься тем, что тебе нравится. И что тебя безумно вдохновляет и наполняет твой ресурс. Надеюсь, ты практикуешь йогу ежедневно, растягиваешься. И я очень надеюсь, что ты привила огромную любовь к спорту дома, потому что это правда потрясающе. И коврик, твое тело и желание это все, что тебе необходимо. Я знаю, что это непросто. Непросто каждый день, каждое утро вставать на коврик, каждое утро делать одну и ту же последовательность. Но это настолько много даст тебе, что продолжай, пожалуйста, продолжай и не сдавайся. Ты сильная, ты справишься и ты будешь двигаться дальше. Я надеюсь, что ты проводишь достаточно много времени с Лио, тискаешь его, гладишь и даришь ему много внимания и тепла. Я знаю, что ты попробовал что-то новое и продолжаешь пробовать. И это очень здорово. Продолжай иметь этот интерес живой к жизни. Пусть это будет ТикТок или Медитопия, какая разница. Очень круто, что ты не боишься. Я знаю, что ты не боишься. И это помогает тебе думать шире. Это помогает тебе продолжать стараться. Это продолжает давать тебе кислород вдохновения, который ты всегда имеешь в своих легких. Я знаю, что ты смогла закрыть свою учебу. И ты большая молодец. Мы с тобой долго старались ради того, чтобы наконец-то сказать эти слова и закрыть ее до следующего года. За картин, я уверена, ты безумно соскучилась по общению живую, по тем объятиям и кофе в кофейнях. Но ты готовишь много кофе дома, и он тебе отлично получается. Продолжай радовать себя этим напитком, если это доставляет тебе такое большое удовольствие. Этот первый глоток, этот аромат, этот вкус и этот процесс приготовления. Это все маленький ритуал, который делает тебя счастливой. Продолжай делать себя счастливой. Один раз ты выбралась в кафе за кофе с собой, в любимую кофейню, и подышала воздухом. Ты большая молодец. За время самоизоляции ты стала чаще готовить, и разнообразила свое питание. Делилась своими рецептами онлайн, и получала фидбэк. Это так круто, что вы тоже готовите. Это так круто, что вы тоже пробуете. Спасибо. Я тебя поздравить хочу. Ты научилась общаться по видеосвязи. Ты много убиралась, пожалуй, слишком много. Пересаживала цветы, делала перестановку на балконе. Это требует огромных усилий. Но ты справилась. Я знаю, как ты не любишь убираться, но ты молодец, что делаешь это каждый раз, когда это необходимо. Я даже попробовала доставку продуктов на дом, и мне понравилось. Это было прикольно. Я бы с радостью это повторила. Во время карантина я танцевала, пела, общалась, смотрела сериалы и фильмы, читала, записывала подкасты и много писала блокнот. Это очень важно, выписывать свои мысли, очищать свой разум и давать полет возможностям, которые возможны. Потому что все, что мы можем представить, тем более написать, это все реально и все исполнимо. Я перестала бояться писать свои мечты, свои цели, потому что это то, что я правда очень сильно хочу. И я хочу, чтобы вы тоже это попробовали. Пишите то, что вы думаете. Пишите то, что вы хотите. Пишите то, что у вас уже получается. И будьте благодарны. Ты не теряла времени зря и училась снимать по-новому и монтировать по-новому. И ты получила отличный фидбэк. Я тебя поздравляю. Я учусь быть собой и с собой. И не бояться. Проще относиться к вещам и к своим мыслям. Я учусь быть благодарной за момент, в котором я есть. Потому что это очень важно. Важно понимать, что есть только сейчас. Что есть потрясающие мысли. Что есть идеи. Что есть чувства. Что есть эта жизнь. И что есть огромная любовь к этому миру в глазах, которые светятся. Как насчет того, чтобы больше слушать и смотреть этот ток? Слушать подкасты, читать книги. Спрашивать гугл о том, что тревожит и что очень-очень интересно. И о чем хочется больше узнать. Как насчет того, чтобы попробовать? Подумайте. Не надо бояться о том, что у вас не получится. Ален, не бойся, что у тебя не получится. Бойся, что ты не попробуешь. Не все будет получаться сразу, но важно продолжать стараться. Оставаться собой и быть своим самым-самым лучшим другом. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...